Порой умение оказать первую медицинскую помощь может спасти человеческую жизнь. Простыми реанимационными навыками неплохо бы владеть каждому из нас. От экстремальной ситуации никто не застрахован. В столичном лицее номер два врачи провели мастер-класс для школьников. Вы надавили на сердце и до конца не отпустили грудную клетку и опять начинаете давить. То есть надо следить за тем, что когда вы давите на грудную клетку, чтобы грудная клетка встала на свою руку. Не сложные на первый взгляд манипуляции могут вернуть человеку дыхание, запустить остановившееся сердце. Оказывать первую медицинскую помощь в школах учат на уроках безопасности жизнедеятельности. Однако, как показывает практика, эти знания зачастую поверхностны. И столкнувшись с реальной ситуацией, многие теряются. Боязнь и страх мешают выстроить правильный алгоритм действий. В свете последних событий, когда, к сожалению, погибают дети от различных травм, от падений в результате дорожно-транспортных происшествий, важно, чтобы каждый из нас, каждый человек умел оказывать первую помощь пострадавшему. Во всяком случае, до приезда бригады скорой медицинской помощи поддержать его жизнеспособность. На специальных муляжах врачи детально показывали школьникам, как правильно делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Это очень важно, что каждый человек может оказывать медицинскую помощь, чтобы спасти жизнь, если это будет необходимо. Также нам показывали обустройство скорой медицинской помощи, именно реанимационной. Главное правило, которое нужно соблюдать при чрезвычайных ситуациях, не паниковать. Уверенность в своих силах поможет вспомнить основные навыки. После оказания первой помощи необходимо позвонить по номеру 103 и дождаться бригады скорой.